Всем привет! С вами Куланова Аня. Это мой заказ полезностей в дом, часть 2. Итак, значит, давайте начнем с вами с, получается, косметички-мешок коллекции путешествия 2019, артикул 117.58. Заказала вторую такую косметичку. Это уже не совсем новая новинка, но одна из новиночек. Вот. Чем она мне понравилась? Вы знаете, очень сложно уберечь косметику в дороге, потому что сумки падают, сумки кидают на ленте в аэропорту и так далее, и так далее. Вот. Так, тут есть такой вот кошелек, который пристегивается, отстегивается. Тут есть, так, сейчас вам покажу, да, такая вот штучка, сеточка. Штучка, сеточка, да, тут тоже есть еще отделение, да, и вот тут вот еще есть какие-то резиночки, которые, в принципе, я не могу сказать, что они особо-то нужны, но удобно. В общем, вот такая вот внутренность у них, очень удобно. Мне они понравились. Заказала второй раз, потому что первую я стираю, ну, и, в принципе, когда мы путешествуем вдвоем, то нам она нужна обоим, обеим, да, то есть, если мы едем, там, три девочки, еще что-то, ну, две косметички на троих маловато, ну, хотя бы с этого начнем. Там заказов балов и так много, я просто уже не заказываю много всего. Вот. Планирую еще пока не есть на ВИЧе взять штучки две, потому что в путешествиях вещь просто великолепно себя ведет. Она очень качественная, она хорошо стирается, если вы где-то что-то замарали. Она стоит здорово, да, то есть, ну, вообще никаких нареканий нет. Классная штука. Далее взяли дочке такую вот зубную пасту на присосочке, мягкая, хорошая, обычная, просто пришло время менять зубную пасту, артикул 909. Тут идут закругленные мягкие щетинки на безопасной прорезиненной головке. Основа щетки на присоске удерживает щетку, что позволяет содержать ее в чистоте. Она у нас и на стену, и куда только ее не прицепляет, вот эту вот присоску, присоска очень сильная, хорошо держится. Даже вот так вот вы просто в стену, да, пришпандойте, ну, чтобы стена была гладкая, понятно, тут обои я показываю. Вот так вот, да, очень удобно. Прикольная щеточка, ну, обычная такая, да. Далее заказала я набор прихваток. Тут идет перчатка и вот такая вот прихваточка, две штучки. Сейчас я вам их распакую. Где даже распаковка-то у нас? Люблю я пошеборшать на камеру что-то в последнее время. Вот, почему заказала? Ну, просто хочется все уже на кухне обновить, да. То есть такая вот она зелененькая, одна кремовая, очень такие плотные, классные. Они, кстати, хорошо стираются, и все тут указано, как за ними смотреть, да. То есть состав, тут хлопок полиэстер в составе идет. И сама вот такая вот прихваточка, да, тоже как бы, ну, чтобы не обжечься. Ну, у нас еще есть такие силиконовые прихватки тоже доставать, да. То есть, ну, вот это тоже, я думаю, нужно. Так, значит, тут идет прихватка две штуки и варежка одна штука. Вот, дальше взяла, просто хотелось мне обновить фартук. Фартук мне безумно понравился предыдущий. С ним ничего не случилось, но я часто готовлю. Я кидаю его в стирку, и мне нужно одеть какой-то новый, любой фартук. И поэтому я заказала второй. Он аккуратный, прикольный, маленький, такой хорошенький. Артикул 11836, да, такой вот фартучек. Такие вот завязочки. Ну, вот это, можно сказать, длинновато, но я вот так вот завязала. Мне, в принципе, подошло. И такие вот завязочки на талии. То есть он обычно хорошо регулируется, без всяких кармашков, без всего. И такая вот, ну, симпатичная расцветочка. Ткань пару раз уже мы постирали предыдущий фартук. Она не выстирывается, то есть цвета остаются цветным. Ну, если, конечно, стирать для цветного белья. Не знаю, как не для цветного стирать, не пробовала. Далее, пару полотенчиков. Распаковывать их не буду. Артикул 11838 и артикул 11837. Оба идут 80 полиэстер, 20 хлопок. И у обоих размер 40 на 60 сантиметров. Тоже хорошенькие. Ну, давайте, в принципе, одно вам распакую, чтобы вы поняли. Ткань плотная, хорошо впитывает. Мы сначала его стираем, а потом уже в стирку. Да, сейчас оно стоит в коломках на крахмалиной. Но на самом деле оно мягкое, классное. То есть вот так вот, с одной стороны, просто вот тут все прошито, да. Ну, такое вот качество. Качество очень даже, я бы сказала, хорошее, да, симпатичное. Вот. Люблю что-нибудь новенькое на кухню, поэтому новинки я заказываю часто. В общем, это были такие уже повторные заказики. Вы их уже в моих обзорах видели. Вот. Далее заказала влажные дезодорирующие салфетки с экстрактом хлопка. Они мне очень нравятся. Артикул 2469. Правда, хорошо дезодорирует. Выполняет свои функции. Приятный у них аромат. Нежный, еле уловимый. И влажные салфетки для интимной гигиены с молочной кислотой. Артикул 2067. Очень хорошо повели себя в дороге. Закажу еще и буду заказывать. Еще, еще и еще. Салфетки. Хотела заказать пачек 5, но почему-то заказала одно. Их тут 20 штук. Они идут 2 слоя. Но, в принципе, на одно застолье такой пачеки хватает. Очень хорошие салфетки. Толстые, приятные. Хорошо впитывают. Не разваливаются от какой-то капельки. То есть, впитали в себя, держат форму. То есть, ими можно пользоваться, пользоваться и пользоваться. Действительно хорошие, качественные салфетки. Они того стоят. Они крутые. Они изготовлены из высококачественного натурального сырья, который обладает высокой влаговпитываемостью. Вот действительно так. Одной салфеткой мы тогда чуть не полстакана воды вытерли. Просто вот ребенок сидела у меня. Вишневый сок. И она вот его бац пролила. И прям целый стакан полился. И я прям кинула салфетку в самый центр лужи. И она так впиталась. Прямо мгновенно. Я была очень удивлена. Ни капли на полутечь не успела. Прям здорово, да. И пока я вставала, бегала за тряпочкой, в принципе, у нас уже практически был порядок. Единственное, что, ну, липкость они не моют, да. То есть, вот эту липкость, ну, надо смывать водой. Значит, артикул 113.84. Цвет белый. Возьму еще потом штучек 5. Не знаю, почему я взяла одну упаковку. Ну, одна это на одно застолье. Ну, грубо говоря, так. Ну, не всегда бывает и на два застолья. Далее заказала зонтики. Честно скажу, зонтики мне не понравились. Честно, прям не буду вам говорить, что они там какие-то классные, крутые. Значит, мини-зонт складной. То, что они маленькие, аккуратные, да, это здорово. Да, это здорово. Но они неудобны в применении. И мне кажется, что они не совсем прочные. Вот это мое мнение. Артикул 600-502 у бордового. И артикул, получается, 600-501 у зеленого. Да, то есть, оба зонты складные. Так, да. То есть, вот так этот зонтик выглядит. Малюська-прималюська. Разбирать его действительно тяжеловато. Да, то есть, вот о чем я вам и говорила. Да, смотрите. Уже что-то пошло не так. Уже что-то состучало. Да, вот это вот в пазлы на второй раз уже не встает. Все перекрутилось. У меня не получается раскрыть зонт до конца, потому что что-то вот пошло не так. Да, то есть, я не рекомендую такой зонт. Вот тут вот тоже все вываливается. Я буду с вами честна, зонты нет. Зонты прям не знаю. Ну вот, и они сами по себе, да, зонтики. Они маленькие. Там я снимала, кстати, обзор. Извиняюсь за эту кучку. Какой-то маленький, какой-то мятенький. Качества абсолютно никакое. Честно, я вам прям его не порекомендую. Я не могу его раскрыть до конца. Уже на второй раз использование. Вот. Ну, может быть, это брак. Я не знаю. Может быть, его нужно менять. Я попробую, конечно, вернуть назад. Но такое, как-то вот, на мой взгляд, это не очень-то и хорошо. В чехол его, понятно, уже не завернешь. Ничего не сделаешь. Давайте с вами прям второй зонт. Вот в таком он виде приходит. Растегивается. Да, то есть, и так вот должен выдвигаться и раскрываться. Вот, вроде бы, все нормально, но тоже он у меня не до конца. Тоже я не понимаю, как его сделать до конца. Хотя с зонтами я, а вот, смотрите, это с конца. Потом, значит, сюда, я так понимаю, надо нажимать. Он идет назад. И вот, как его сложить, тоже очень проблемно. Боишься что-то сломать по многу раз, по чуть-чуть. В общем, ну, допустим, стоите, вы ждете такси, автобус. Быстро сложить зонтик у вас не получится. То есть, потом его надо как-то вот таким вот образом умять, умять, сложить. Да, получается, и застегнуть, чтобы вот эти все штучки были там. И потом уже надевать чехол. В принципе, ему можно пользоваться, но я не знаю, надолго ли он такой, вот этот зонтик. Прям даже не знаю. Но тут, в принципе, так-то все нормально. Но вот я, первое мое мнение, о, видите, я боюсь его сломать. Может, я что-то, а нет, видите, закрепила, да. То есть, ну, как-то вот не знаю, вот что-то выпало. В общем, не рекомендую зонты. Поэтому, ну, решать, конечно, вам, но нет. Эти зонты, ну, и они маленькие зонты, ну, грубо говоря, это размер детского зонта, не взрослого. То есть, у вас и попы, и все будет сырое в них. Поэтому, я не знаю, постараюсь вернуть. Но если уже скажут, что я этот зеленый зонт сломала, да, когда открывала, ну, скажут, так скажут. Вот, и мне кажется, что эти зонты, они не выдержат даже ветра. Мои любимые салфетки пойдут у нас с вами. Значит, салфетка универсальная, из микрофибры, легко удаляет пыль, очищает, полирует без расходов и ворсинок. Прекрасно подходит для любых поверхностей. Действительно классная, суперская. Артикул 110.31. Этих салфеток очень недолго хватает. Стираются они в обычной машинке, да, с этими же кухонными полотенцами. Она очень хорошо впитывается, она очень крепкая. Она вообще суперская. Прям супер-супер-супер. Вот, значит, что она делает, да, то есть универсальная салфетка для полного спектра хозяйственных работ в доме, офисе. Быстро впитывает влагу, не оставляет разводов. Без использования химсредств одинаково хорошо справляется с мытьем кафеля, раковин, ванн. Удаляет пыль, свежие пятна с одеждой, мебель отмыт и отполирует ваш автомобиль. Не оставляет царапин. Использование салфетки гарантирует, что поверхность холодильника, кафеля, сантехники, бытовых приборов будет сиять чистотой. Для уборки пыли не нужно смачивать салфетку. Электростатический эффект микроволокна создается, как только вы коснетесь поверхности. Вы заметите, что при регулярной уборке воздух в помещении станет чище. Для уборки грязи смочите и хорошо отожмите салфетку. Она должна быть чуть влажной. Ну и уход по мере загрязнения необходимо стирать вручную или в машине при температуре не выше 60 градусов с мылом или любым другим средством, не содержащим отбеливателей и кондиционеров. Выдерживает не менее 2000 стирок. Не гладить, не сушить на горячих батареях. При правильном использовании салфетка вам прослужит не менее двух лет. Вот так вот, такая вот красота. Ну, конечно, мы это все не соблюдаем, поэтому раз в полгода, может быть, раз в пять месяцев, раз в четыре месяца я заказываю новую салфетку просто, да и все. Потому что стоит она 100 рублей. А, как знаете, микроволокно сейчас ценится. Даже целая компания на микроволокновых салфетках сидят и все у них там прям круто и в шоколаде, да. Вот, поэтому. Далее, салфетки для очистки стекол. Очищат одним движением, без разводов, бесплатно, прекрасно подходит, бесплатно говорю. Так, артикл 110.32, салфетка тоже суперская. Мне она понравилась, знаете, чем? Тем, что она не только для стекол подходит, можно протирать все, даже мониторы и так далее, и так далее. То есть, ну, такая вот достойная-достойная салфеточка, да, такая хорошенькая. Значит, что она делает? Давайте быстренько посмотрим. Значит, салфетка предназначена для мытья окол, зеркал, хрусталя, люстр, стеклянные посуды без использования химических средств. Обеспечивает идеальную чистоту блеск стекла. При использовании салфетки не требуется вытирать стекло насухо. Слабое загрязнение можно удалить салфеткой. Для применения смочите салфетку, тщательно отожмите, она должна быть чуть влажной. И протрите окно или любую другую стеклянную зеркальную поверхность. Салфетка может также использоваться в сухом виде для уборки пыли и для полированных поверхностей. Ну, и также стирать, как предыдущую. Состав микрофибра идет, да, то есть, вот эта вот знаменитая микрофибра. Да, то есть, ну, эти салфеточки у нас уже сколько лет, да, то есть, и посмотрите, какой эффект, как классно. Другие компании тоже наш тренд подхватили. Вот, поэтому, конечно, здорово. Далее, заказала я вот такой чашку с блюдцем, артикул 115-68, честно скажу, это на подарок. Кому, конечно же, не скажу, вдруг они посмотрят. Значит, объем идет 200 миллилитров. Очень нравится, ой, не с той стороны открыла, да, или как, а нет, стой, все хорошо. Очень нравится мне такой наборчик, уже не помню просто, как он лежал. Это блюдце, лежат еще кружечки, да, хорошенькие, согласны со мной. Очень красиво смотрится. Треугольничек такой оригинальный. Вот вы, да, берете, пьете чай. Очень симпатично, красиво, да, и они не мелкие. Я вот не люблю совсем, когда мелкие. То есть, они идут объемом 200 миллилитров. Вот, заказала три упаковки специально, чтобы у меня на подарок лежало. Далее, сапоги. Сапоги я вам сделаю в видео, после того, как покажу их вблизи, да, такие вот сапожки. Очень интересные, очень оригинальные. Это последний риск моды. Я на такие смотрела еще в Италии сапожки. Мне понравились, я хотела купить. И вдруг они в компании Фаберлик. Представляете, я довольна. Значит, идет цвет черный, размер 38, артикул 885-130. Верх искусства, подкладка искусства, стелька искусства, подошва тунит. Такие вот они интересные. Я их уже, как вы видите, поносила немножко. Такая вот у них подошва. Ну, зимой они не подойдут. А, кстати, тут была пленка, да, я прям вместе с пленкой их примеряла. Поэтому, на самом деле, подошва, она ребристая такая. Вот, да, покажу, как они смотрятся. Что могу сказать? Каблук, он, может быть, кажется невысоким, но он очень высокий, дорогие мои. Он очень высокий. И поэтому я не рекомендую эту обувь тем, кому сложно, когда высокий каблук. Потому что нога прям изгибается, загибается. Это мой изгиб. Я люблю высокие каблучки. И как раз-таки сюда я бы порекомендовала вам подкладывать вот эти вот подушечки под гелевую стопу, потому что тяжело. Каблук высокий. Значит, артикул 110-51. Они хотя бы облегчат, да, они хотя бы облегчат носку. Да, вот такие вот они прикольные. Тоже тут наклеечка, вот эта сторона хорошо, очень сильно крепится. Вот, и не доставайте их из сапогов, да, то есть накрепили и не доставайте. Оставила их, попробую у них еще походить по улице. Ну, если что-то пойдет не так, в пустых баночках вы их быстро увидите. Далее такой вот замочек. А, еще, кстати, у меня полная нога, да, то есть я вообще женщина размером 161 сантиметр ростом. И у меня 50-й размер. И, конечно же, голень и икра у меня большие. Подъем у меня тоже как бы большой. И вот тут, что я вам могу сказать, это то, что 38-й размер мне сел идеально. Он мне не давит вот в этом вот месте. Поэтому для худышек, высоких худышек с 38-м размером, мне кажется, что не подойдет оно вам. Оно будет на ноге висеть. Но может быть и модно, что висит. Но у меня в обтяжечку очень аккуратно. Прям очень аккуратно смотрится. Мне действительно понравилось, да. Ну, вот они такие вот, да, прикольные. Ну, будем смотреть, как они в носке, как они в действии. Гарантия на них, по-моему, также идет две недели, если я не ошибаюсь. В общем, такая вот красота. На данный момент никаких нареканий. Только нравится. Очень-очень нравится. Ребят, вот сапожки. Честно скажу, очень прикольные, очень классные. Мне они действительно понравились. В каком бы ракурсе, да. То есть, ну, как вы видите, надела на голую ногу. И просто в носочках в них не большимерят, не маломерят. Размер 38 по подъему подошел просто великолепно. Они действительно красивые. И каблучок, и все. Как бы мне все нравится. Вот таким образом. Прям в халате примеряю. Дома я их себе оставляю. Как по качеству, мне кажется, что нормально. Мне кажется, что нормально. Но вот посмотрим, что будет в итоге, да, когда я их поношу. Если что-то будет не так, ну, я думаю, вы их быстро увидите в пустых баночках. Но пока что сапожки, с пальто. Если я купила длинное пальто, чуть ниже колена, смотрятся просто великолепно. Как-то вот закончились все подарки. Я люблю на подарки заказывать полотенчики, еще что-то, да, потому что это всегда нужно важно. Я заказала большое полотенце размером 70 на 142 штуки. Артикул 116-18. Пусть лежат, хлеба не просят, да. Они мягкие, они классные, они хорошо впитываются. Я женщина 50 размера, у меня большая грудь, ну, как большая, размер С, да, наш фаберликовский, если взять, это размер С. Но этим полотенцем я в легкую оборачиваюсь кругом и хожу с ним прям так по дому после душа. Ну, если, конечно, какой-то кремчик меня впитывается, да, после душа я нетерпеливо выскакиваю, быстро не жду, пока впитается, да, то, конечно, очень удобно. Я одно на голову, второе, ну, голову обмотаю, второе на себя надену, да, как бы на груди завяжу, как бы оно идет такое, не очень короткое. Ну, в общем, хорошо. Вот, дальше заказала таких вот три коврика, значит, артикул 114-94. Заказала разноцветные, вот, у меня еще есть два, с ними ничего не случилось, но я люблю почаще коврики в ванной менять, поэтому взяла вот прям разные-разные, просто специально, чтобы, ну, что-то вот новенькое. Значит, они очень хорошо впитывают, они классные, они плотные, они очень высококачественные, прям никаких нареканий к этим коврикам нет, они лежат хорошо, да, то есть, ну, понятно, что они будут скользить, видите, они не на присоске, там ничего, но они просто крутые. Так, значит, размер 50 на 70, материал 100% хлопок, значит, голубой артикул 114-94, зеленый коврик, да, то есть, он, видите, с таким еще узорчиком, как бы по краям идет, очень симпатичный артикул 114-93, ну, и персиковый, очень такой благородный оттеночек, красивый персиковый цвет, он, кстати, на камеру, вот сейчас смотрю, больше морковный, но нет, он такой свежий персиковый, очень красивый, 114-92, он не морковный, как тут вот камера меня предает, абсолютно не тот оттенок выдает. Так, голубой, если похож, просто менее насыщенный, зеленый тоже менее насыщенный, больше такой нежный, зеленый, то вот этот вообще прямо очень огромная разница, не знаю почему, оттенок не тот выдает, поэтому быть и осторожны, он не морковный, он прям нежно, насыщенно такой персиковый розовый, нежный такой насыщенный, не знаю даже как описать. Подарок, вот такую вот доску разделочную, она суперская, она классная, такой вот крутой наборчик досок разделочных, артикул 116-79, они уже проверены временем, и я могу вам сказать, что этот набор, он действительно мега-супер-классный, мне он очень понравился, кто-то говорит, что это дорого, еще что-то, да, кстати, Юлия Высоцкая его вместе с компанией Куперлик разрабатывала, мне он очень нравится, да, то есть вот он идет в такой упаковочке, я его открывать не буду, дорогие мои, потому что это на подарок. Тут идет 4 действительно узких, хороших, таких легких досочки, которые даже крошить что-то силой, и то у вас не будет с ними проблем, они не растрескаются, ничего. Про резины, вот эти вот штучки, и плюсом ко всему, вот эта доска, на ней тоже можно что-то разделывать, да, и тут все идет по цветам, да, допустим, рыба, там, курица, там, мясо, да, и зелень, да, то есть все можно брать по цветам, но, в принципе, оно лежит в одном. Это на подарок вещь достойная, набор досок не дешевый, но супер-мега-качественный, очень-очень мне понравился. Вот для средства для унитаза, это уже прям не буду, наверное, даже про него особо ничего рассказывать, нанес, ушел, пришел через 15 минут ёршиком чуть-чуть и смыл, и все, и все хорошо. Далее нейтрализатор запахов, тоже очень классная вещь, артикул 11287, все запахи и на одежде, и на мебели, и на, и просто в воздухе, все убивают наповал, оставляют после себя ощущение какой-то вот свежести, но не ароматизированной свежести, и чуть-чуть, знаете, вот этот вот аромат, немножко монарды есть у него, да. Далее увезли мы в путешествие водный спрей для разглаживания, могу сказать, что он нам очень понравился, этот водный спрей в путешествии просто супер, я довольно пшик-пшик рукой расправил, даже если на этаже, да, в отеле там есть, к примеру, этот же утюг, то он не нужен, это вообще здорово, да, здорово. Ну, хотя мы с собой отпариватель возим, но я не всегда же охота туда воду наливать, отпаривать, вешать, там, держать, вот, тут прям круто. Значит, артикул 11285, водный спрей, но, в принципе, его хвалят все. Крем для чистки металлических поверхностей, мне он нравится, особенно, когда очень сильное загрязнение, прям за 5 лет там целая куча всего насохла, то вы наносите этот крем, намазываете, да, потолще, и накрываете пленочкой, вот этой же, да, пищевой пленочкой, и потом вы просто смотрите, как ваша мисочка сверкает, да, то есть, если загрязнение не сильное, то его можно просто намазать и оставить, просто если сильное загрязнение, он не успеет с ним справиться, он высохнет, да, у вас. 250 грамм, артикул 11158. Классная тоже штука. Ну, что ж, мои дорогие, с вами была Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.